Диспетчерская служба Саракташской ЦРБ ежедневно принимает по 30-40 звонков со всего района. Люди вызывают неотложку в связи с проблемами сердца, вспышкой вирусных инфекций. Нередко звонят и те, кто пострадал в ДТП. Проблема с авто на Саракташской станции не решена на 100%. Все машины старше 6 лет. Это не очень здорово. И по всем техническим параметрам в том числе. Мы своевременно выезжаем. У нас 98% вызовов по району, обслуженные с 20-минутным доездом, который нам требует министерство. А у нас он получается в среднем 10 минут. И вот эта машина, конечно, она нам очень большая подмога. Те машины, которые мы получили по национальному проекту, это 2006-2007 год, конечно, они уже износились. Почти в семейной обстановке прошла сегодняшняя встреча персонала больницы с областными депутатами Александром Салой и Александром Соляником. Они лично вручили водителю неотложки ключей от новенького авто. И это не случайно. Народные избранники узнали, что машины необходимы и приобрели их на средства по линии исполнения наказов избирателей. В этом году дополнительно приобрести 26 автомобилей скорой помощи во всех сельских территориях нашей Оренбургской области для того, чтобы у нас медицинское обслуживание было более доступно для простых жителей нашей Оренбургской области. 26 машин в год – это, конечно, маловато, но на самом деле курс взят. Я думаю, что полностью до 2018 года, как и рассчитано в программе, все больницы будут аккомплектованы каретами скорой помощи. Заговорили и о будущем. В перспективе планируется заменить все машины скорой помощи. А сейчас депутаты рассматривают вопрос, как помочь станции скорой помощи Саракташского района и найти средства на приобретение еще одного авто, что называется «вне плана», но юбилей. Ведь 7 сентября поселок Саракташ отметит свое столетие, а на юбилей не принято приходить с пустыми руками. Елена Давыдова, Никита Плотников, Новости дня. Субтитры создавал DimaTorzok